Более тысячи иностранцев выдворили в этом году за пределы края. В основном это граждане Узбекистана. Многим из них в Россию теперь путь заказан. Это только первые результаты совместной работы всех ведомств по контролю за миграцией. Самый сложный вопрос в Сочи. Сейчас на олимпийских стройках трудятся 100 тысяч рабочих. В большинстве – иностранцы. После окончания трудовых контрактов они должны вернуться домой. И, похоже, им придётся помогать. Потому что у многих приезжих есть желание остаться на Кубани навсегда. Когда год назад мы первыми в России забили в колокола, все считали, что это пиар-компания. А сегодня мы уже подошли к последнему рубежу. Экономическая, политическая, социальная ситуация просто выйдет из-под контроля. Живой пример. Лояльная к мигрантам Европы. Конечно, коренные европейцы предположить не могли, что гости сядут им на голову. И в итоге они станут меньшинством своих же стран. Мы не имеем права допустить подобной ситуации у себя на Кубани. Их уже тысячи. Они уже, в общем-то, и грозаются. Они уже, знаете, почувствовали себя в большинстве, ведут себя далеко не покорно. И это заканчивается очень плачевно для коренного населения. Это огромная беда. Потом это просто не решить никогда. Десятилетия. Мы закладываем мину на столетнюю историю вперед, где наши внуки и правнуки будут расхлебываться. Билеты до дома и чартерные рейсы – это все власти обязуются взять на себя. Уже сейчас Олимпийская столица в зоне особого контроля правоохранителей. Службы поделили город на кварталы и каждый день проводят ревизию, не задержались ли гости. Те меры, которые мы сегодня выработали, они будут плодотворными. Потому как на самом деле тот интерес, скажем, иностранной рабочей силы, да и жителей Соси России к городу Сочи, он понятен. Потому что огромные строительные объемы работ выполняются. Мы должны сказать большое спасибо всем рабочим, выплатить им достойно заработную плату. И они должны поехать место своего жительства. И, конечно, особое внимание необходимо уделить тем, кто приехал без приглашения, кто приехал с нарушением миграционного законодательства Российской Федерации. И все предпринять для того, чтобы они были выдворены из города Сочи. В начале сентября заработает спецприемник Вардане. Но одного его будет недостаточно, считает начальник управления ФСБ. Губернатор поддерживает, надо строить еще. С учетом существующей проблемы ограничения количества в специальных учреждениях в Сочи, поселок Вардане. Мы считаем, что целесообразно решить вопрос о подготовке дополнительных мест на полторы тысячи человек вне города Сочи. Два месяца назад на Совбезе губернатор поставил ведомством задачу сделать борьбу с нелегальной миграцией системной, а не бравировать одноразовыми успехами. К работе привлекли казаков. Теперь они с сотрудниками миграционной службы, полицией, общественниками выходят в рейды. Только за два месяца пресечено 6,5 тысяч нарушений. И, похоже, это только верхушка айсберга. Нелегалы применяют самые хитрые способы, чтобы обойти закон. Прячутся на стройках, в дачных массивах и на предприятиях. В дешевой Рапсиле заинтересованы некоторые предприниматели. И не только они. Трижды проверяли кипичный завод. Три раза никаких результатов нет. И только 6 августа после отцепления сотрудниками органов внутренних дел всего периметра завода сразу было задержано 16 граждан Таджикистана. Это говорит о том, что комплексные мероприятия, которые проводятся совместно, они более эффективны. И очень важно, чтобы в рядах тех, кто осуществляет эту работу, не было соответствующей течки информации. А сельскохозяйственная Кубань пытается бороться с китайскими фермерами. В Курганинском, Северском, Денском и Красноармейском районах они ведут себя как хозяева. Вчера летел из Сочи, и картины не радуют. Китайские теплицы по-прежнему присутствуют. Денской район только за последнее время проверялся трижды. И постоянно там десятки китайцев. Это что у них там, родной дом их там приутили, прописали. У меня вопросы к главе администрации, к начальнику полиции, миграционной службы. Куда смотрят руководители? Мне уже начинает это надоедать. Скоро проэрегируют. Но это будет уже последним словом. Эти мигранты проживали на территории данного района. Там и начальник отдела внутренних дел ничего не видел. Значит, могу сразу сказать, что у меня будет принято по нем решение конкретное в ближайшее время, наверное. Мы за нерасторопность данного руководителя и то, что у него под носом там творится, наверное, поменяем. Александр Ткачев сегодня сделал предупреждение руководителю миграционной службы. Жалобы на то, что не хватает сотрудников, уже не принимаются. К рейдам привлекли сотни казаков. УФМС неактивно применяет экономические рычаги к предпринимателям, использующим дешевую рабочую силу. За одного нелегала бизнесмен может быть наказан на 800 тысяч рублей. Но в крае такие штрафы единичны. Законодатель дал нам уникальную возможность. 800 тысяч рублей штраф на работодателя. За одного нелегала. Мы можем разорить любую организацию. Давайте этот рычаг применять и работать четко с судами и так далее, которые, в общем-то, сориентированы, помогать нам. Я вообще обращаюсь ко всем. Сочи, Олимпиада, миграционная составляющая во всем крае. Это вызов, который должны принять все и, естественно, адекватно реагировать на это. Это не шутки. Еще раз повторю. Еще один приоритетный вопрос, который обсуждали сегодня на Совбезе – обеспечение безопасности в школах. 2 сентября за парты в крае сядут более полумиллиона учеников. Все образовательные учреждения подготовлены к новому учебному году, оснащены пожарными сигнализациями, тревожными кнопками. Но этого недостаточно, считает губернатор. Тревогу на сегодня вызывает вопрос пожарной безопасности. Только в этом году в образовательных учреждениях края зафиксировано более полутора тысяч нарушений. Поэтому прошу начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Козликина взять этот вопрос под личный контроль. Нужно еще раз проверить все проблемные объекты. Отдельно на Совбезе обсудили сегодня проведение единого дня голосования 8 сентября. Говорили о вопросах безопасности и правопорядка. Избирательные участки должны быть оборудованы видеокамерами. Организованное дежурство полицейских, напомнил губернатор. Всего на Кубани завершится полсотни кампаний. Жители края выберут глав Геленджика, нескольких районов и муниципальных депутатов. Евгений Вольский, Антон Калиниченко и Валерий Пятов, 9 канал Краснодар.